Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск «Разговор о медицине». Тема сегодняшней программы – секреты здорового сна. Сегодня на студии Репьёв Валерий Николаевич. Это врач-невролог высшей категории, врач-сомнолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Скажи, пожалуйста, секреты здорового сна. Мы так назвали тему. Насколько важен сон? Мы вообще треть жизни практически проводим во сне. Вот насколько он важен для здоровья? Давайте с этого начнём. Как говорил Эйнштейн, я провожу треть своей жизни во сне, и далеко не самый худший. Поэтому сон в нашей жизни играет огромное значение. Без сна никакой живой организм просто не может. В своё время немало исследований было посвящено этой теме. И однозначно учёные пришли к тому, что сон – это своего рода перезагрузка организма, в течение которой происходит обновление каких-то метаболических процессов. То есть максимальный отдых такой получается для организма? Максимальный отдых. Если днём мы бодрствуем, то во сне мы подзаряжаемся энергией. То есть человеческий организм напоминает большой аккумулятор, который в течение дня разряжается, в течение ночи заряжается. Естественно, за то время, пока мы спим, происходят различные обменные процессы, необходимые для роста, для мышления, для развития конъективных функций. Тренируется память, тренируется мышление, стираются из памяти какие-то негативные моменты, запоминаются положительные моменты. Во сне мы растём. Во сне происходит выработка необходимых гормонов радости, серотонина и дофамина, которые необходимы в нашей жизни. Сон – это универсальное качество сна, это самое ценное, что есть у человека, которое необходимо ценить. Без сна никакой организм просто не может жить. Не зря же даже говорят, что сон – лучшее лекарство. Совершенно верно. Валерий Николаевич, насколько важен всё-таки режим дня и ночи? Я хочу с этого сначала начать, потому что у нас у многих телезрителей такие вопросы, во сколько нужно ложиться спать, во сколько нужно вставать, сколько по продолжительности должно быть часов сна? Я понимаю, продолжительность сна человека зависит от возраста. Если у детей средняя продолжительность сна составляет от 12 до 14 часов, то у взрослого человека средняя нормальная продолжительность сна необходима 7-8 часов. Естественно, существует так называемое минимально необходимое время, которое человек должен спать. Это время составляет 5 часов. Но, как правило, в таком долгом стрессе организм не может работать и нормально существовать, потому что потом страдают когнитивные функции, развивается тревожное расстройство. Поэтому всё зависит от того, во-первых, как вы ночью спите, какое качество сна, какой у вас график работы, сменный график работы, вы работаете днём и ночью, вы работаете только в дневное время. Поэтому под эти самые параметры нужно и подгонять ваш сон. Естественно, необходимо соблюдать гигиену сна. То есть это банальные нормы, какие-то ритуалы сна, которые позволяют вам хорошо заснуть и хорошо проснуться. На самом деле рекомендаций для здорового сна немного, но это самые необходимые рекомендации. Это ложиться спать, стараться просыпаться в одно и то же время. Спустя какое-то время такого режима вы будете уже просыпаться с утра без будильника. Во-вторых, стараться примерно за час до сна исключить любую умственную активность, либо физическую активность. Исключить просмотр фильмов, просмотр каких-то передач, использование гаджетов, любых устройств с экраном, который издаёт яркий сель. За сколько примерно времени до сна? Примерно за час, за два часа до сна. Также рекомендую на ночь не переедать, но и не ложиться голодным. Это очень важный момент. Ну и напоследок хочу сказать, что, конечно же, необходимо исключить примерно за четыре, за пять часов до сна приём любых тонизирующих напитков. Будь то крепкий чай, зелёный чай, кофе, любые продукты, содержащие кофе, даже та же самая Кока-Колу. Валерий Николаевич, вот нарушение сна, да, ну вы уже, в принципе, обмолвились, да, что вот тревожность может возникнуть и так далее, и так далее. Получается, какие заболевания может спровоцировать нарушение сна? Ну, не для такого не секрет, что недостаток сна примерно в три раза увеличивает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, инсульта, инфаркта. Также недостаток сна сказывается на развитии сахарного диабета, ожирения, да, каких-то дисметаболических нарушений. Важным моментом является и тот факт, что во время сна организм стимулирует защитные силы организма, да, свои защитные собственные силы, иммунные силы. Поэтому недостаток сна часто приводит, примерно в пять раз люди чаще заболевают воспалительными и бактериальными вирусными инфекциями. Поэтому сон очень необходим. Также немаловажным моментом является тот факт, что недостаток сна пагубно влияет на когнитивные функции, то есть на память, на мышление. Те люди, которые спят мало, к сожалению, в раннем возрасте заболевают болезнью Альцгеймера или деменцией. Поэтому спать нужно достаточное количество и меры. То есть получается прям вот сон, да, здоровый сон и прям параллель, да? Совершенно верно. Отсутствие? Параллель – это отсутствие сна, это нездоровый образ жизни, здоровый сон – это прекрасное и световое будущее. Олег Николаевич, ну вот от чего зависит вообще, как человек спит непосредственно? Вот один там любит на животе спать, другой на спине, один на одном боку, другой на другом. Очень много споров идет, можно ли спать на левом боку или там на правом боку лучше спать, да, что со стороны сердца. Вот давайте об этом скажем. И вообще, может ли поза, в которой человек спит, говорить о чем-то вообще, вот какой-то предположенности к чему-то или так далее? Ну, скажем так, засыпать нужно в той позе, которая вам нравится, которая вам удобна. Это раз. Очень просто. Во-вторых, да, если говорить конкретно о каких-то заболеваниях, о которых можно судить о позе человека, ну, например, пациенты с сердечно-сосудистой патологией чаще стараются принять более возвышенное положение во время сна. Так им дышится легче, меньше нагрузка на сердце, разгружаются круги кровообращения. Пациенты, например, с гипотириозом ночью стараются спать без одеяла, им постоянно жарко. Они испытывают жар в ночное время. Пациенты с гипотириозом и с анимией, наоборот, стараются укутаться, они все время мерзнут. Пациенты с храпом вообще постоянно меняют позу, потому что на спине они храпят, на один блок повернуться они могут тоже храпеть. Поэтому каждую ночь у них это борьба за какое-то выгодное положение, в котором будет хорошо. Если говорить о каких-то психофизиологических параметрах человека, о каких-то поведенческих качествах человека, ну, конечно, поза не говорит об этом. Кто-то в это верит, кто-то нет, но на самом деле это не доказано. Так что самое главное, чтобы человек удобно засыпал, в хорошей позе, засыпал достаточно быстро. То есть здоровый сон – это сон, когда человек засыпает в течение 30 минут, ночью спит без пробуждения, с утра просыпается бодрым, веселым, испытывает освежающий эффект сна и способен вот на этом заряде отработать с самого утра и до самого вечера. Ну, кстати, у врачей, в принципе, любого профиля, да, любого, даже начинает терапевт, невролог, даже, я не знаю, дерматолог, эндокринолог, мне кажется, любой специалист, врач, все равно спрашивает, как вы спите, да, то есть с этого вообще, ну, то есть это один из вопросов, который все-таки должен при сборе анамнеза, да, все-таки войти такой, да, в стандарт. Конечно, это немаловажный момент, а с ней человек необходимо и нужно спрашивать у каждого пациента, потому что многие на этом не акцентируют внимание, ведь многие заболевания связаны, опять же, с нарушением сна, те же тревожные расстройства, да, те же какие-то когнитивные нарушения, недостаток сна напрямую на это влияет, поэтому этот вопрос нужно задавать всегда и всем. Ну, и чтобы найти причину этого, действительно. Совершенно верно. Потому что найдем причину, получается, и сразу... Конечно, решим проблему, конечно. Валерий Николаевич, ну, вы заикнулись уже о храпе. Давайте скажем, вот чаще у мужчин, у женщин, в каком возрасте, норма это, не норма, как с этим бороться, вот давайте эту тему. Если говорить о конкретной распространенности храпа среди мужчин и женщин, в наше время сейчас, к сожалению, эта граница стерлась. Если раньше храпы были более подвержены мужчины, ввиду особого строения голосовой щели, особого строения ротоглотки, она у них немножко уже, чем у женщин, более басовитый голос, также мужчины работают больше, естественно, больше устают. Мужчина также нередко в своей жизни имеет какие-то вредные привычки, курения, алкоголь, которые также влияют на храп, то, естественно, раньше мужчины страдали храпом чаще. Но в наше время сейчас, когда, к сожалению, мы часто употребляем фастфуд, продукты, ну, далеко не здорового питания, которые приводят к набору массы тела, эта граница стерлась, и храпом страдают одинаково как мужчина, так и женщина. То есть здесь немаловажным фактором играет не какая-то гендерная принадлежность, а именно комплекция человека, потому что храп, как правило, человек предрасположен. Какие факторы, да, способствуют храпу? Это излишняя масса тела, короткая шея, какие-то эндокринологические заболевания, заболевания щитовидной железы. Также немаловажное значение играет роль прикуса. Если прикус у человека неправильный, челюсть располагается в неправильной проекции. Все эти факторы способствуют западению языка во время сна и закрытию верхнедыхательных путей. Возникает, собственно, апноэ. Часто апноэ также страдают пациенты с нарушением носового дыхания, с кривлением носовой перегородки. Пациенты с хроническим танзелитом, с хронической ангиной. Так как ротоглотка постоянно находится в воспаленном опушке состояния. Отек? Естественно, отек постоянно. Естественно, голосовая щели сужается, ротоглотка сужается. Естественно, предрасположение к закрытию этих верхнедых путей во время сна увеличивается. Профилактика какая-то есть храпа вообще? Профилактика сама? Ну, вы часть уже сказали. Конечно, конечно. Перегородка, значит, надо перегородкой заниматься. Перегородка в овощом. Есть эндокринные заболевания, значит, надо... Совершенно верно. Если неправильный прикус, надо идти к ротодонтам, к стоматологам. Если есть лишний вес, нужно обязательно худеть. Также храпящим людям рекомендуется не спать на спине, потому что в этом положении самый большой риск западения языка и спадения верхнедыхательных путей ротоглотки. Это вы говорите о синдроме абструктивного апноэ сна. То есть, лежа в горизонтальном положении на спине, чаще всего пациенты начинают храпеть, и храп приводит как раз к этому апноэ. Сам по себе храп, конечно, безопасен. Сам по себе храп. Это просто акустический дискомфорт, который возникает при прохождении воздуха через верхнедыхательные пути, через мягкое небо. Когда мягкое небо под воздействием воздуха начинает биться ротоглотка, возникает такой храпящий, вибрирующий звук. Но дело в том, что хроническое течение храпа рано или поздно приводит к возникновению апноэ. Поэтому храпящие люди должны обязательно рано или поздно обратиться к сомнологу и исключить апноэ сна. А на сколько риск вообще даже летальности при таких делах? Бывает такое, что… Риск летальности достаточно высок. Я же повторился, что при апноэ сна риск развития инсульта или инфаркта во сне увеличится примерно в три раза. Даже пациенты, перенесшие когда-то инфаркт или инсульт, уже сами по себе могут повторно перенести это состояние. И, к сожалению, нередко, но бывают такие случаи… Даже при соответствующей терапии и все прочее с вами может случиться. Совершенно верно. Ну, это, конечно, тогда нужно получается… То есть, мало того, человек сам страдает все-таки от храпа, да? Да. Все-таки рано или поздно, как говорится, все равно это все-таки приведет к таким вещам. Но и близкие тоже. Близкие тоже. Что-то не надо забывать. Психологический фон тоже важен, да? Да, поэтому при лечении храпа мы, можно сказать, восстанавливаем семьи. Чаще все приводит кто, да? Муж и жена приводят. Совершенно верно. Все друг с другом ходят. Совершенно верно. Ну, что бы еще вы сказали именно о характере сна? Вообще, если он там беспокойный какой-то или тревожный сон, да? Вот все-таки вот… Я именно к тому подвожу, что когда пациент должен все-таки прийти к врачам и сказать, вот я плохо сплю, вот у меня там тревожный сон, я не знаю, что с этим делать. Вот когда это нужно? Если, во-первых, пациент не может заснуть в течение 30 минут, если человек… После того, как лег? После того, как лег, если лег в течение 30 минут, если сон не наступает… То есть, есть желание сна, а он не наступает? Желание сна, но он не наступает. Да, это состояние уже называется острой инсомнией, то есть, острой бессонницей. Конечно, в этой ситуации самое главное не лежать в постели, не ждать нарушения сна, если полчаса прошло, нужно встать, походить по дому, поделать какие-то домашние дела. То есть, кровать нужно запомнить одну вещь – кровать нужна только для сна, больше ни для чего. Во-вторых, если пациент испытывает частые ночные пробуждения, беспричинные, если пациента беспокоят частые ночные мочи спускания, обильные, повышение артериального давления в ночные и утренние часы, необъяснимая хроническая утренняя головная боль, постоянная сильная дневная сонливость, даже может быть эпизоды спонтанного засыпания за рулем или на рабочем месте, снижение когнитивных функций, непонятное повышение тревожности, нарушение памяти и внимания. Конечно, при этих сигналах человек должен обратиться к сомнологу для исключения того же синдрома обструктивного опнового сна или синдрома беспокойных ног или еще более серьезного заболевания, как нарколепсия. Много есть причин для нарушения сна. Опять же, сомнолог в любом случае вам поможет разобраться с этой проблемой и прийти к какому-то консенсусу, то есть найти выход из этой ситуации и улучшить ваш сон. Валерий Николаевич, а когда нужно прибегать к каким-то снотворным препаратам? Как ваше отношение к ним? Можно ли их применять без назначения врача? Это однозначно нет, конечно, я уже опережаю. Но все-таки, когда их нужно применять, когда без них нельзя обойтись, как говорится, или когда можно все-таки не прибегать к ним? Любое применение лекарственных препаратов без назначения врача недопустимо. Это надо прекрасно понимать. Любое препарат. В том числе и снотворные препараты не являются в этой ситуации исключением. Конечно же, чтобы назначить эти препараты, нужно обратиться к сомнологу, чтобы врач конкретно разобрался с вашей проблемой, выяснил, в чем причина. Потому что нередко причиной бессонницы является тревожность. И, естественно, в этой ситуации нужно корректировать тревожный фон. Нужно начать либо антидепрессанты, либо какие-то противотревожные препараты. То есть сон является вторичным нарушением. Сон, это нарушение сна, это следствие какого-то другого заболевания, то есть его последствия. То есть оно не является самостоятельным. Нередко бывают такие ситуации, когда острая стрессовая реакция провоцирует острую бессонницу. Какие-то новости на работе, какие-то средства массовой информации, любая информация, поступающая из внешнего мира. Конечно же, если в течение 5-7 дней пациент не может нормально спать, в этой ситуации требуется назначение снотворных доз препаратов в маленьких дозах, но в терапевтических. И под контролем обязательно. И под контролем обязательно врача. Я думаю, что в течение примерно месяца терапии сон нормализуется. И пациент уже больше к этой терапии не прибежит. Валерий Николаевич, мы из программы в программу тоже говорим об этом. Курение, алкоголь, переедание, вы уже сказали об этом. И, скажем так, нерациональное питание. Насколько все эти вредные факторы могут влиять именно на здоровый сон? Уже давно доказано, что неправильное питание вызывает избыточную массу тела. И избыточная масса тела ведет к совершенно разным последствиям, в том числе к нарушению сна. Курение также, к сожалению, делает сон беспокойным. Потому что на фоне курения часто развивается атеросклероз, на фоне курения часто развивается ночная гипертензия. А ночная гипертензия, приступ гипертонической кризис в ночное время, приведет к тому, что человек очень часто встает в туалет. То есть организм рефлекторно пытается снизить давление, выгнав лишнюю жидкость из организма. То есть пациент ходит ночью в туалет, чтобы лишнюю жидкость ушивать, он сам снизит давление. То есть это защитная функция организма, так задумано природой. Переедание, конечно же, тоже влияет на нарушение сна. Поэтому я говорю, что переедать нельзя. Чрезмерное употребление пищи в ночное время приводит к тому, что сон становится беспокойным, возникает вздутие живота, возникает отрыжка и сжога, что в свою очередь тоже подбужит пациента. И, естественно, ни о каком качестве снаричи быть не может. Конечно, да. Валерий Николаевич, а вот дневной сон, насколько он полезен? Ну, понятно, что в детском саду, даже в младшем классе школы, они как-то днем еще спят, дети. А вот потом, во взрослом состоянии, насколько полезен дневной сон или не полезен? Нужен он, не нужен или, может быть, по мере необходимости, только если хочется поспать днем, ну, спи, значит, да, если тебе это как бы не влияет потом на ночной сон, как говорится. Вот ваше мнение по этому поводу. Сон в любом случае полезен, будь он дневной или будь он ночной. Главное, что это сон. Главное, что это сон, и главное, что он непродолжительный. Средняя продолжительность дневного сна должна составлять от 15 минут до 45, но не больше. Оптимальное время – это 15-25 минут. Этого времени вполне достаточно здоровому взрослому человеку, чтобы восстановить свои силы, и чтобы этих сил хватило до конца рабочего дня. Если говорить о… Ну, опять же, хочу на немаловажный момент рассказать. Если пациента беспокоит чрезмерная дневная сонливость, ежедневная, которая приводит к постоянным засыпаниям, в этой ситуации, конечно, есть повод обратиться к врачу. Потому что это, опять же, может быть синдром ночного опноя сна, чрезмерная дневная сонливость. Это немаловажный момент. То есть сонливость у человека быть может, но она не должна быть постоянной, ежедневной. Это может быть какой-то маленький период раз в неделю. Например, в понедельник. Вы легли поздно спать в воскресенье. Да, в понедельник не выспались, вы недоспали эти часы, и на работе вы за 15-20 минут пытаетесь это догнать. То есть то время, которое вы недоспали ночью. Вот. Это на самом деле так, потому что именно в детском возрасте соматотропный гормон, гормон роста, вырабатывается во сне. Поэтому все обменные процессы, в том числе и выродка соматотропин, возможны только в ночное время. Поэтому и деток наших, скажем так, просят соблюдать режим дня, режим сна, и в дневное время все-таки спать. Но опять же, если говорить про садик и дошкольные учреждения, если ребенок не хочет спать, не надо его заставлять. Иначе вы, скажем так, формируете у ребенка просто лишнюю тревожность и лишнее нежелание спать. Поэтому этим заниматься, конечно, не нужно. Кто хочет спать, пусть спит, но кто не хочет, пусть занимается какими-то делами, играет или разговаривает с воспитателем. Валерий Николаевич, а насколько важна физическая активность, двигательная активность высокая, бассейн, занятия спортом, физкультурой? Насколько это влияет на здоровый сон? Насколько это важно? Давайте об этом тоже поговорим. Спорт и анаэробные физические нагрузки прямым образом влияют на здоровый и качественный сон. Занятие спортом улучшает сон, улучшает его продолжительность, улучшает его качество. Вообще спорт улучшает здоровье. Что тут говорить? Однако, не следует заниматься спортом и какими-то тяжелыми физическими нагрузками непосредственно перед сном. К сожалению, это приводит к перевозбуждению нервной системы, гиперактивации мозга. И с большой долей вероятностью вы вовремя не уснете. Сон наступит, но через 2-3 часа вашего обычного времени. Естественно, ваш циркадный, так называемый, ритм, ритмы сна и бодрствования из-за этого маленького пережитка собьются. И, скорее всего, на следующий день вы ляжете еще позднее, чем сегодня. Поэтому спорт полезен всегда, но в разумных пределах и в нужное время. Валерий Николаевич, мы перешли уже к тому, что человек спит, уснул. Насколько важны сны? То есть, говорит ли о чем-то их характере снов? Есть такое мнение, что если человеку снятся какие-то ужасники, по типу триллеров во сне, то он более восприимчив к каким-то стрессам в течение дня, более мобильный человек. Это на самом деле так или это все-таки сухо? Ну, начну с того, что сновидение, сновидение – это своего рода деятельность мозга в ночное время, но которая начата в дневное время. То есть, мозг ночью продолжает ту деятельность, которую начал днем. То есть, те какие-то вопросы, какие-то эмоции, которые мы переживали днем, они переносятся в ночное время. Мозг никогда не спит. Определенный полушарий мозга отдыхает, второй полушарий мозга обрабатывает полученную информацию, вырабатывает какие-то навыки, останавливает нейронные сети. Поэтому в наше время сейчас большое значение в разновидении сновидений играет так называемая континуальная теория. То есть, континуумное продолжение. Сон – это продолжение дня. Те события, которые были днем, они продолжаются. В реальности. В реальности, да. Самое интересное, буквально недавно Женевские наши коллеги, ученые-нейросомнологи, доказали, что ночные кошмары благоприятно влияют на нервную систему человека. Был выяснен интересный факт. Оказывается, отделы мозга, которые воспринимают стресс в дневное и ночное время, по сути, являются одними и теми же отделами. То есть, это тот же самый отдел, который работает и днем, и ночью. И мозг – это такой орган, который не может иногда отличить реальность от сна. Поэтому не всегда, когда мы спим, мы понимаем, мы находимся во сне или в реальности. Мозг не может это понять. Если к нам из вне не придет какой-то стимул, какой-то раздражитель, который нас выбросит из сна, и мы поймем, что мы находимся в нереальном мире. Естественно, кошмар – это любой позитивный опыт, который мы переживаем в течение ночи. Эти самые отделы мозга, которые отвечают за этот стресс, они вырабатывают адреналин. Мы переживаем тельные события, мы тренируем свою нервную систему во время сна. И, естественно, при виновении какой-то стрессовой ситуации в жизни мы ее легче воспринимаем, мы легче переносим. Поэтому, да, действительно, кошмарные сны благоприятно влияют на нервную систему и улучшаются, скажем так, наши защитные силы организма. Как мы шутим между сомнологами, между собой, страшно во сне, тяжело во сне, легко в жизни. Интересно. Валерий Николаевич, а вот сама сомнология, да, получается, она подразумевает вообще какую-то вот диагностику сна, да, лечение, нарушение сна. Это входит в это вот именно вот в вашу… Совершенно верно. Сомнология – это наука о сне и его нарушениях. И, естественно, сомнология изучает не только сон как патофизиологический процесс, но и его нарушения, да. В частности, нарушений сна достаточно много. Вот самые частые из них – это бессонница, либо чрезмерная дневная сонливость или гиперсомния, апноэ сна, ночные остановки дыхания во сне, нарколепсия – это спонтанное засыпание в течение дня, когда пациент теряет сознание и просто буквально засыпает на ваших глазах без какой-то причины. Синдром беспокойных ног. Естественно, для каждой патологии существует своя методика диагностики. Если мы говорим, например, про синдром абстрактивного апноэ сна, про ночную задержку дыхания во сне, в этой ситуации самым оптимальным и доступным методом диагностики является кардиореспираторный мониторинг. Это маленький портативный прибор, который выдается пациенту на дом, надевается на тело на ночь, и в течение сна пациент проходит это обследование. Наутро возвращает прибор в клинику, и уже в течение суток получает заключение. Это один момент. Если мы говорим, например, о снохождении, либо сноговорении, либо каких-то эпилептических принципов в ночное время, которые заставляют пациенты проснуться, здесь большую роль играет полисомнография. Это исследование сна, то есть регистрация электроэнцефалографии, то есть регистрация биопотенциалов мозга в ночное время. Если мы говорим о синдроме беспокойных ног, то есть это невозможность заснуть в ночное время, когда ногам нельзя найти место, нужно им постоянно двигать. Здесь, конечно, большую роль играет эндокринные нарушения, в частности, недостаток ферритина, недостаток железа. То есть достаточно много разных патологий сна, которые требуют диагностики. Вот это самые основные, о которых я говорил, которые можно и нужно делать в случае необходимости. А тогда, Валерий Николаевич, вот электросон есть, да, например, и какие-то другие виды, гипносон, да, и так далее, так далее. Это тоже имеет место быть такие методики? Совершенно верно, совершенно верно. Вообще для лечения бессонницы, для нормализации сна есть как медикаментозный, так и немедикаментозный метод лечения. Чаще какой используется? Чаще используется, конечно, медикаментозный. Чаще используется, потому что это доступно, вот, это эффективно. Эффект наступает быстро, буквально на второй-третий день. И длительно, да? Да, имеется дозозависимый эффект, то есть от препарата. Ну, как эффект дозы, да, получается? Да, эффект дозы, и можно всегда скорректировать препарат, да, и в нужном случае либо заменить, либо убрать его. Но в последнее время все больше и больше приходит к тому, что все-таки бессонницу нужно лечить методом когнитивно-поведенческой терапии. То есть этот метод – это метод психоанализа, когда пациент работает вместе со своим врачом. Ищем причину, да? Примерно, как мы с вами в этой студии, да, приходим друг к другу, обсуждаем наш сон, где сомнолог рассказывает пациенту, что такое сон, как он возникает, какие стадии сна есть, как нужно нормализовать сон, какие правила гигиены сна нужно соблюдать, чтобы этот сон был продуктивным и здоровым. Конечно, когнитивно-поведенческая терапия занимает продолжительное время и может занимать от 6 месяцев до 1 года. И не каждый пациент, к сожалению, согласен, скажем так, жертвовать своим временем, потому что в современном удостуриальном мире, к сожалению, не всегда нам хватает времени, много задач, а часов всего 24. Задачи прибавляются, а часов почему-то остается 24, и их не прибавляется. Поэтому пациенты все чаще-чаще все-таки просят врача своего назначить какой-то медикаментозный препарат. Быстрый эффект, качественный сон, доза зависимая, всегда можно препарат отменить, термализовать сон. Но, конечно же, конечно же, лично я сторонник все-таки когнитивно-поведенческой терапии. Это безопасный метод, который не требует никаких лекарств. Это банальная беседа, осмысление пациентам своего сна, выяснение причин, которые мешают вам заснуть, то есть выяснение провоцирующих факторов, предрасполагающих факторов и поддерживающих факторов, и нахождение совместно с врачом пути решения этих проблем без лекарств. – Мы говорим из программы к программу, что нерешаемых вопросов относительно здоровья их нет. Все решаемо. Нужно просто обратиться, говорить медработнику, медику в белом халате о своих проблемах, вовремя делиться с этим, и тогда будет помощь оказана, и все будет хорошо. – Совершенно верно. – Что еще вы хотели сказать, что-то мы упустили в нашем разговоре относительно сна, может быть, с практики что-то интересное рассказать? – Ну, я хотел бы все-таки нашим зрителям порекомендовать соблюдать гигиену сна. Это самая главная, неотъемлемая часть нашего графика жизни. Это самый главный фактор здорового сна. То есть гигиена сна что по совпаду называют? Опять же, повторюсь, стараться все-таки просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Не переедать, не употреблять какие-то энергетические напитки. Стараться быть стрессоустойчивым все-таки. Не воспринимать близко к сердцу те или иные какие-то неурядицы или неудачи. Стараться все это пропускать мимо себя. Также немаловажное значение играет организация спального места. То есть то место, где вы спите. По факту спальня – это небольшое помещение, где должны стоять самые необходимые предметы обихода. Это кровать, прикроватная тумбочка, плотяной шкаф и плотные шторы на окнах. И обои приятных постельных оттенков, которые предрасполагают к вашему сну. Обязательно перед сном можно пройтись на улице, подышать свежим воздухом, проветрить комнату, прогуляться. Нужно всегда соблюдать температурный режим в спальне. То есть средняя комфортная температура от 18 до 24 градусов, не больше. Эта температура достаточно для того, чтобы человек уснул спокойно. Можно перед сном принять душ. Но ни в коем случае не использовать всякие гаджеты, планшеты, телефоны перед сном. Как мы любим перед сном. В ютубе, в тиктоке посидеть, посмотреть новости, почитать и лишний раз словить стресс, как говорится. Поэтому в спальне, помимо предметов мебели, не должно быть больше ничего. Ни телевизоров, ни музыкальных центров, ни каких-то гаджетов, ни компьютеров тем более. Спасибо большое, Валерий Николаевич, такой у нас хороший, продуктивный разговор получился. Ну что ж, я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова